В Министерстве труда и социальной защиты населения РК провергли информацию о снижении пенсионного возраста и о выплате социальных пособий. Однако многодетным семьям, имеющих четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, будут назначаться госпособия с 1 января 2020 года. Назначение других социальных пособий не планируется. Данное пособие будет назначиться вне зависимости от доходов семей. Назначение нового пособия будет проводиться с датой подачи заявления. Процесс приема документов не ограничен никаких сроков. То есть при возникновении права многодетной семьи на пособие, к примеру, средний 2020 года, она будет обращаться в Центр обслуживания населения. Значит, многодетным семьям мы принимаем документы, свидетельство о рождении всех детей, прописка в одном месте должен быть и удостоверение заявителя, и счет с банка, уведомление 23-значный номер. Многодетным семьям, которым пособия были назначены до 2018 года, не нужно обращаться в ЦОН. Переход на новое пособие пройдет автоматически. У данной категории семей сохраняется право на изменение размера пособий при рождении пятого и более детей. Документы на получение пособий уже можно сдавать в ЦОН. В списке по области 5000 человек. Мы в данный момент документы принимаем, база работает, документы в перечине указаны, мы звонили всем клиентам, то, что кому надо сдавать, кому в электронном виде, уже документы не нужно в ЦОН. Сотрудники Центра обслуживания населения граждан призывают людей быть осторожнее, не верить слепо рассылкам в мессенджерах и проверять всю информацию, содержащуюся в них. Варвара Дудник, Алексей Уразов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова